Добрый день, уважаемые магистранты! Сегодня у нас тема четвертая нашего спецкурса – это становление избирательного права в Республике Казахстан. Хотел бы сказать, что одним из элементов демократии являются выборы различного рода центральные и местные представительные органы. Или учреждения. Эти учреждения создаются правоспособными гражданами посредством голосования за кандидатов, выдвигаемых в соответствии с установленным законом и правилами. Всеобщая декларация прав человека и гражданина 1948 года устанавливает важнейшее право человека и гражданина выражать свою волю посредством выборов. Воля народа должна быть основой власти правительства. Эта воля должна находить в себе выражение в периодических и нефальсифицированных выборах, которые должны проводиться при всеобщем и равном избирательном праве путем тайного голосования или же посредством других равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования. Избирательное право понятие в юридической литературе употребляется в двух значениях. Это объективное и субъективное. Виды избирательного права – это субъективное, объективное, активное и пассивное. Активное избирательное право – это система правовых норм, регулирующих общественные отношения, которые возникают в процессе проведения выборов в органы государственной власти и органы местного самоуправления. Субъективное избирательное право представляет собой гарантированную гражданину государственную возможность участвовать в выборах государственных органов и местного управления органов. Избирать или быть избранным. Активное избирательное право означает право избирать, то есть право участвовать в формировании властных структур, а также участвовать в республиканском референдуме. Пассивное избирательное право означает право граждан быть избранными в органы государственной власти и выбранные органы местного управления. Избирательное право Республики Казахстан вот здесь имеет свои источники. Это нормативные правовые акты, определяющие порядок проведения выборов. К ним относятся в первую очередь Конституция Республики Казахстан, Конституционный закон о выборах в Республике Казахстан и решение избирательных комиссий. Избирательное право основано на определенных принципах, под которыми понимается основополагающее начало положения в основу формирования выборных органов государственной власти. Наиболее важные принципы избирательного права закреплены в Конституции. Это принцип всеобщего избирательного права, принцип равного избирательного права, принцип тайного голосования, принцип добровольного участия. Принцип всеобщего избирательного права здесь не следует отождествлять с правом абсолютно всех граждан участвовать в выборах. Всеобщее избирательное право ограничено рядом цензов, которым должны отвечать граждане для получения права участвовать в выборах. Они подразделяются для активного и пассивного. Принцип для активного избирательного права – это возрастной, он означает признание за лицом избирательного права по достижении определенного возраста. Согласно Конституции, это 18 лет, и причем здесь вне зависимости от социального, материального и других моментов происхождения. Для пассивного избирательного права устанавливают в законодательство ряд дополнительных требований. Допустим, президентом Республики Казахстан может быть избран гражданин по рождению ненатурализованной, не моложе 40 лет, возрастной ценз, свободно владеющий государственным языком и проживающим на территории Республики Казахстан не менее 15 лет, ценз оседлости, так называемый. Депутатом Сената может быть избран гражданин Республики Казахстан, состоящий в гражданстве не менее 5 лет, достигший 35 лет, имеющий высшее образование и старший работой не менее 5 лет, постоянно проживающий на территории Республики не менее 3 лет. Депутатом Мажелиса может быть избран гражданин, достигший 25 лет, депутатом Маслихата может быть гражданин, достигший 20 лет. Принцип правного избирательного права заключается в таком принципе, как один избиратель, один голос. Ну вы знаете, что предъявляется удостоверение, сверяются списки и так далее. Все кандидаты, депутаты участвуют на выборах на равных условиях. Участие в выборах на равных условиях обеспечивается, что ни один кандидат не имеет каких-либо преимуществ перед другими, а избирательные права всех граждан равным образом охраняются законом. Прямое избирательное право – это когда избиратель голосует на выборах за или против кандидата непосредственно. Этот принцип действует на выборах президента Республики Казахстан, депутатов Мажелиса, Маслихатов и органов местного соуправления. Здесь бы я хотел оговориться о том, что были введены наряду с мажоритарной, была введена пропорциональная система путем изменения Конституции в 2011 году. Осуществляется в честь представителей выборщиков, допустим, как мы сегодня выбираем депутатов Сената. Депутатов Сената выбирают депутаты Маслихатов всех уровней. Подразделяются непрямые выборы на косвенные и многостепенные. При косвенных выборах воли избирателя опосредуются специальные избирательные коллегии, которые только для этого создаются. Здесь применяется, как я уже сказал, при выборах депутатов Сената. Многостепенные выборы – это воли избирателя опосредуются не особой, только для данного случая создаваемой коллегии, а постоянно действующей представительным учреждением, для которого избирание другого и должностного лица является одним из полномочий, входящих в его компетенции. Принцип тайного голосования состоит в исключении внешнего наблюдения, контроля за волеизъявлением избирателей. Но вам это известно, вы все взрослые люди, не раз участвовали в выборах, поэтому думаю, что вы знаете, что это обеспечивается в кабине и так далее и тому подобное. Принцип добровольного участия означает, что избиратель сам решает, прийти ему на выборы или нет, и при этом надо отметить, что никакой ответственности за явку или неявку не предусматривается. Это еще раз говорит о демократичности избирательной системы. Если вам зададут вопрос, что такое избирательная система, то это совокупность юридических норм, которые устанавливают в принципе, на основе которых осуществляются выборы, реализуются права граждан избирать и быть избранными, ответственность депутатов и других выборных лиц за свою деятельность перед избирателями. Виды избирательной системы, как я уже сказал, мажоритарные, пропорциональные, абсолютного большинства, относительного большинства при мажоритарной системе действий. Мажоритарная система, при этой системе избранным считается кандидат, получивший установленное количество голосов избирателей по избирательному округу, где он баллотируется. Мажоритарная система абсолютного большинства это 50% плюс 1, когда набирает кандидат. Относительного большинства мажоритарная система это когда 50% плюс 1, то есть вернее, нет, я не прав, когда участвуют допустим 5 тысяч избирателей, из них из двух, кто больше наберет. Здесь не говорится о том, что 50% плюс 1 или 30%, то есть тогда, когда набирает больше. Тем не менее, несмотря на недостатки, данная система, во-первых, всегда результативна, так как в любом случае кто-то из кандидатов набирает относительное большинство. И во-вторых, она является одной из самых распространенных в мире. Пропорциональная система, она представляет собой представительство партии, предполагает распределение депутатских мандатов между партиями в соответствии с количеством голосов, поданных за каждую партию. Сразу же, забегая вперед и говоря об актуальных проблемах конституционного развития, хотел бы сказать, что в 2017 году были внесены изменения в порядок голосования депутатов-маслехатов, местных представительных органов, где будет применяться как раз-таки пропорциональная система, то есть депутаты будут избираться по спискам, представленным партиями. Главное в пропорциональной системе не установление большинства голосов, хотя, конечно, подсчет голосов по разным партийным спискам кандидатов необходим, и при этой системе о вычислении избирательной квоты, избирательного метра, так называемая. Избирательные квоты это наименьшее число, необходимое для избрания одного кандидата. Ну, данная квота устанавливается там, допустим, 7% от принявших участие в голосовании избирателей, 5% от других странах. В Республике Казахстана используется территориальный принцип организации выборов. Это означает, что выборы проводятся по избирательным округам. Что такое избирательный округ, вам известно, но тем не менее это та территориальная единица, где организовываются выборы. Хотел бы на одну особенность указать о том, что разница в численности избирателей в избирательных округах в пределах области, районах, столицы города не должна превышать 25%. И эти административные деления происходят примерно с равной численностью избирателей, округа вернее. Если от округа избирается один депутат, то такой округ называется одномандатным. Унии номинальный. Если несколько, то многомандатный. Поли номинальный. При выборах президента Республики Казахстана по депутатам Мажлиса, 10 депутатов Мажлиса, избираемых на основе партийных списков по системе пропорционального голосования, единым общим национальным избирательным округом является вся территория республики. При выборах 67 депутатов Мажлиса, это те, которые идут от Ассамблеи народов Казахстана и по назначению... Нет, от Ассамблеи отдельно, а это назначаемым президентом. При выборах 67 депутатов Мажлиса парламента и маслихатов образуются одномандатные, а при выборах членов местного управления многомандатные территориальные избирательные округа. Избирательный участок. Избирательный участок это часть избирательного округа, где голосует определенное количество избирателей. Они образуются решениями Акимов по согласованию с окружными избирательными комиссиями. Ну, как я до этого уже говорил, в принципе, повторяться не буду, что они не создаются на территории всей республики, в том числе в воинских частях, на судах, принадлежащих республике Казахстан, домах, отдыха, санаториях, которые находятся, а также избирательный участок создаются за границей. Избирательные органы. Государственными избирательными органами, организующими подготовку и проведение выборов, являются избиркомы, избирательные комиссии. На них возлагается организационное руководство всем избирательным процессом. Возглавляет весь этот процесс центральная избирательная комиссия. Возглавляет единую систему. Она является постоянно действующей. Состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии, избираемых и освобождаемых от должности мажористом парламента по представлению президента Республики Казахстан. Центральная избирательная комиссия, как я сказал, является той комиссией, которая обладает всеми правами по ее решениям обязательным на территории всей области, состоит из семи человек. Нет, это Конституционный совет. Что касается территориальных, являются областные, районные, городские и избирательные комиссии. Областные и окружные избирательные комиссии образуются ЦИКом по представлению Акимов областей, в составе семи человек. Нижестоящие избирательные комиссии, согласно законодательству о выборах, обеспечивают регистрацию, организуют голосование, определяют результаты выборов, по округам обобщают и опубликовывают результаты выборов на соответствующей территории. Избирательный процесс представляет собой регулирован законами и другими нормативными актами деятельность индивида, органа, организации и группа подготовки к проведению выборов в органы государственной власти и местного самоуправления. Эта деятельность, будучи нормативно урегулирована, состоит из определенных расположенных, установленных законом порядки. Организация сама состоит из следующих стадий. Это назначение выборов, процесс составления списков избирателей, выдвижение кандидатов и их регистрация, предвыборная агитация, порядок голосования, подсчет голосов, установление результата выборов и опубликование. Что касается назначения выборов, то избирательный процесс начинается с назначения выборов. Очередные выборы депутатов Сената и Мажелиса назначаются президентом и проводятся раз в пять лет, первое воскресенье декабря и являются Мажелисом парламента. Объявляются. Очередные выборы депутатов Маслехатов назначаются в Центральной избирательной комиссии. Раньше было семь лет, сейчас пять лет, это я уже с изменениями. Выборы в органы местного самоуправления территориальной избирательной комиссии. В списке избирателей составляются участковые избирательные комиссии отдельно по каждому избирательному округу. При выборах соответственно президента, депутата Мажелиса и так далее. При выборах депутатов Сената парламента и сельских акимов составляется сеть в списке выборщиков соответствующих избирательных округов. Списки избирателей составляются не позднее, чем через 10 дней после назначения или объявления выборов. Выдвижение кандидатов и регистрация. Право выдвижения принадлежит общественному объединению, зарегистрированному в установленном порядке непосредственно гражданам путем самовыражения, а также маслихатам в отношении кандидатов в Сенат парламента. Право включения в партийные списки лиц для избрания на территории единого общенационального округа принадлежит политическим партиям. Решение о выдвижении кандидатов принимается в соответственном уровне проводимых выборов на съездах, конференциях, общественных объединений, на сессии областного городского района маслихатов. Также решение о выдвижении кандидатов принимается тайным голосованием большинства голосов от общего числа членов общественного объединения, а в отношении кандидатов в Сенат парламента большинством от числа депутатов соответствующего маслихата. Кандидат в президенты должен быть поддержан не менее чем 2% от общего числа избирателей, в равной мере представляющих не менее 2-3 областей городов. Кандидат в депутаты Сената должен быть поддержан не менее чем 10% от общего числа избирателей, представляющих все маслихаты области и города. Поддержка выборщиков удостоверяется сбором их подписей. Кандидат в любое время, до регистрации и после нее, но не позднее, чем за 7 дней до голосования, может снять свою кандидатуру, при этом обратившись в соответствующую комиссию с письменным заявлением. Регистрация кандидатов в депутаты Сената парламента осуществляется территориальными избирательными комиссиями начинается за 40 дней и заканчивается за 20 дней до дня выборов. Это же положение распространяется и в президенты. Регистрация кандидатов в депутаты Можлиса осуществляется за 2 месяца и заканчивается за 1 месяц до выборов. Регистрация кандидатов в окружными избирательными комиссиями начинается за 2 месяца и заканчивается за 40 дней до дня выборов. Регистрация кандидатов в это особенность. Кандидат в члены органов местного самоуправления осуществляется территориальными. Территориальная избирательная комиссия начинается за 20 дней и заканчивается за 5 дней до дня выборов. Не подлежат регистрации лицо, которое привлекалось в течение года перед регистрацией в дисциплинарную ответственность за совершение коррупционного правонарушения, на которое в течение года перед регистрацией налагалось в судебном порядке административное изыскание за умышленное правонарушение, имеющее судимость, которое пока время регистрации не погашено и не снято в установленном порядке, и без медицинской справки о состоянии психического здоровья. Предвыборная агитация начинается со дня регистрации кандидатов и прекращается за день до выборов. Предвыборная агитация представляет собой деятельность граждан общественных объединений по подготовке и распространению информации, имеющей целью побудить избирателей принять участие в голосовании и отдать свои голоса за или против тех или иных кандидатов. Согласно законодательству о выборах, предвыборная агитация может осуществляться через средства массовой информации путем проведения публичных предвыборных мероприятий, личных встреч, а также путем распространения печатных и иных агитационных материалов. Важно отметить, что кандидаты вправе иметь доверенных лиц, которые помогают им в проведении избирательных кампаний. Кандидаты в президенты могут иметь до 25 доверенных лиц. Депутаты Мажлиса до 7, депутаты Сената до 5, депутаты Маслихаты и члены органов местного самоуправления по 3 доверенных лица. Наряду с доверенными лицами предвыборные кампании могут участвовать и инициативные группы. Инициативные группы создаются для сбора подписей избирателей в поддержку выдвигаемой кандидатуры, проведения агитационных кампаний в поддержку за или против кандидатуры. Надо отметить, что кандидаты на равных основаниях согласно закону имеют право на бесплатное однократное 15-минутное выступление по гостелевидению, однократное 10-минутное выступление по государственному радио, а также на публикацию двух статей в государственных органах печати, установленных в Центральной избирательной комиссии. Для проведения публичных предвыборных мероприятий, издания плакатов, листовок, лозунгов, избирательная комиссия выделяет кандидатам, кроме кандидатам, баллотирующихся по партийным спискам, равную сумму денежных средств. Финансирование выборов представляет собой специфическую деятельность государственных органов по предоставлению денежных средств кандидатам на проведение предвыборной агитации. Согласно закону, не допускается финансирование выборов со стороны международных организаций, зарубежных государственных органов, иностранных лиц, а также лиц без гражданства. Кандидаты в целях проведения более эффективной избирательной комиссии могут создавать собственные избирательные фонды, состоящие из личных средств кандидатов, средств, выделенных кандидату, выдвинувшим его общественным объединениям и добровольных пожертвований граждан и организаций. Что касается голосования, именно на этой стадии заканчивается волеизъявление граждан, важной гарантией свободного волеизъявления является тайное голосование, предусматривающее порядок подачи голосов, при котором избиратель заполняет бюллетень в изолированном помещении и лично опускает его в урну. Избирательные бюллетени составляются на казахском и русском языках. Голосование проводится в день выборов с 7 до 20 часов по местному времени, при этом избирательная комиссия по представлению соответствующего акима правила установить иное время начала окончания голосования, но не ранее с 6 и не позднее 22 часов. О времени и месте обязательно комиссия оповещает за 10 дней голосующих. Гражданин, знающий, что он будет отсутствовать в день голосования на территории, заранее может получить избирательный бюллетень. После того, как избиратель делает выбор, бюллетень запечатывается в конветт, хранится в участковой избирательной комиссии. А в день голосования этот конветт опускается в урну. Что касается подсчета результатов голосов, то поданные голоса подсчитываются сначала на избирательных участках, подсчет производится гласно и начинается немедленно после окончания голосования. При подсчете голосов избирательной комиссии установлено общее число избирателей. На участке число избирателей, получивших бюллетени, общее число принявших участие в голосовании. Подсчет голосов производится по каждому кандидату, каждой политической партии отдельно. Затем определяется число действительных и недействительных бюллетеней. После подсчета голосов участковая избирательная комиссия заполняет протокол, который подписывается председателем и членом избирательной комиссии. Итоги президента, выборов президента и депутатов восстанавливаются в центральной избирательной комиссии, а депутатов, масляхатов и органов местного совправления в территориальной комиссии. Вот здесь я хотел бы обратить ваше внимание о том, что при проведении голосования на избирательном участке могут быть представители каждого из кандидатов, которые не мешая работе избирательной комиссии, могут наблюдать за процессом проведения голосования, вдруг там случаются отдельные нарушения. В случае выявления нарушения они имеют право составить акт. Поэтому это тоже одно из проявлений демократизации избирательной системы. И при подсчете голосов также они присутствуют. Итоги голосования должны быть опубликованы не позднее 7 дней для 100 дней проведения выборов. Итак, резюме. Избирательное право – это юридическое понятие, имеющее два основных значения. Объективное избирательное право. Первое – это институт конституционного права, состоящий из правовых норм, санкционированных законом правил и сложившихся на практике обычаев, регулирующих порядок предоставления гражданам право участия в выборах и способ формирования выборных органов власти. Или избирательное право в широком смысле. Субъективное избирательное право или избирательное право в узком смысле. Право граждан государства избирать активное избирательное право и быть избранными пассивное избирательное право. Порядок формирования руководящих и контрольно-ревизионных органов юридических лиц не регулируется нормами избирательного права, а входит в регулировании корпоративного права. Всем большое спасибо за внимание.